Привет, друзья мои, с вами Джексон, и да, вам знаком этот самолет, вам знаком этот мальчишка, и вот эта книга, которую берет наш главный герой, а это значит, что мы с вами отправляемся в путешествие по игре The Forest. Давненько хотел я ее снять, и решил сделать такой небольшой пилотный выпуск, посмотреть, как вам зайдет. Че, парень, летим с тобой в отпуск, будем отдыхать, все будет классно. А! А, что такое? Что случилось? Мы падаем! Дерьмовое начало отпуска. Так, ой, кошмар. Держись, держись, сынок. Держись, парень. Столики не сложили. А, как же так? Как же так, а? Ну вот, пацан ударился головой об столик. Это уже не, блин. Мужик, ты кто? Это что за красный хер в трусах? Отдай сына. Отдай сына, я тебе говорю, тварь. Нет, нет. Просыпайся, самурай. Там вон трусы-стюардессы, видать. Хе-хе-хе-хе. Что ж, ребята, да. Это Форест. Все руки у нас в кровище. Как мы выжили, вообще непонятно, я не знаю. Это крайне редко, что человек выживает после такой авиакатастрофы. Что ж, я не буду делать вид, что я не знаю, что такое Форест. Давайте не будем делать вид, что мы не знаем, что здесь происходит. И что здесь нам нужно будет делать. Я играл в Форест давно, на ранних стадиях, прям на очень ранних. В релизную версию я так и не поиграл. И сейчас мы будем играть в нее с вами вместе. Мне надеюсь, повезло с местом крушения. Потому как, если знаете, места для крушения есть много. А мне нужно в большой лагерь туземцев, чтобы спуститься в пещеру. И там в этой пещере, по-моему, по крайней мере в дорелизных версиях, там лежала карта. А без карты мы, насколько я опять же знаю, в релизной версии не сможем продвинуться по сюжету. Никаким образом вообще. Мы можем исходить весь остров, прожить на нем херовую тучу времени. Но пока мы не найдем карту, сюжет не сдвинется вообще. То есть даже можете посмотреть, если кто смотрел спидраны по игре. Кстати, довольно занятное действие. Блин, все-таки вернули эти шарики, которые надо бросать. Ну да ладно. То есть там в первую очередь находится карта. Это карта раньше была в пещере, которая была рядом с большим лагерем туземцев. И я надеюсь, что мы где-то рядом. Ну вот каких-то ориентиров, чтобы прям нет. Вот там вот, по-моему, лес кончается вдалеке. Мы туда и двинем. Там вполне вероятно, что вода. И по побережью уже можно будет... Все это? Семечка алоэ собрана. О, вода. Можно попить воды. О, классно. Можно пить из реки. Самое главное это это. Понятно. Лучше ее не это, не пить. Так, а как? Блин, я хочу вот этот сундук. Вдруг там что-то важное, блин. Как мне теперь его достать? Видимо, никак. Ну ладно. Забираем вот этот последний. И пойдем путешествовать. И пойдем путешествовать. Так. А, вот еще один я забыл. Это обязательно. Их нужно забирать прям сильно обязательно. Птички, птички. Так, камушки. Блин, что с сенсой? Подождите. Что с сенсой? О. Теперь вроде более-менее нормально. Видос не будет дергаться. А то, мало ли, у вас кровь из глаз побежит. Так, вот это маленькое, маленькое озеро. Блин, их, этих маленьких озер не так много. Поэтому, если б я, конечно, знал наизусть карту. Так, нас просят открыть наш, что это? Сигнал СОС. Постройте сигнал, не теряйте надежду. Серьезно, можно построить сигнал? И что, меня отсюда заберут? Да, ну не может быть такого. А что тебе? Что тебе еще надо? Что ты хочешь, чтобы я нажал? Ага. Основу выживания. Типа шаг первый. Постройте убежище. Шаг второй. Разведите огонь. Третий. Поиск пищи. Съедобно? Несъедобно. Все понятно. Все понятно. Но нам пока не до этого. Нам нужно сориентироваться, где мы. Оба-на. Спальники. Спальники. Котелок. Котелок. Монеты. Какой-то лагерь. Здесь кто-то... Здесь явно кто-то сидел до этого. Так. Надо собрать несколько палок. И... Если я правильно помню, две палки это копье. Да. Две палки это копье. Вот я хочу копье. Потому как здесь бегают игуаны. И с этих игуан можно собирать кожу и делать броню. Вы не думайте, что я рассказываю это вам. Я рассказываю это сам себе. Так сказать. Некоторого рода напоминание. Так. И что же здесь? Опа-на. Опа-на. Тут яхта. А тут яхта. Кстати, и вот большое... Большое дерево. Отлично. На яхту сплавать есть смысл. Потому как там... Там, по-моему, что-то лежит. Ого. Акулы. Дохлые. Раз, два, три. Три штуки. Что у них тут с экологией? Врится. Что у них даже акулы на берег выбрасываются. Так, этой фигней можно же тоже, да, открывать? Да, прекрасно. Опять это долбанный мяч. Птичка. Прости, птичка. Ничего личного. Зачем тебе голова чайки? Ты зря сюда села. Как бы ты попала чисто под горячую руку. Опять мяч. Иди в сраку. Зачем эти мячики вообще, если с ними ничего нельзя сделать? Так, батареечки. Батареечки это хорошо. Ну... Батареечки. Для них бы сначала найти фонарь. О. Фотка яхты. А зачем здесь фотка яхты? Давайте это. Как там? Пресс-ф-тупе. Респект. Тут кто-то погиб. Это, скорее всего, вот эти отдыхающие. Которые сюда приплыли отдохнуть. А их сожрали туземцы. Ха! Отдохнули, называется. Так, ноутбук. Ноутбук это техника. Это мне пригодится. Так, и... Все, вроде на берегу больше ничего нет. Чешем. О, черепашка! Привет, черепашка! Ну, я знаю, у тебя панцирь непробиваемый. Ей надо, по-моему, бить в голову. Ну, с нее, если только чисто мясо добывать. Что-то опять книжка от нас хочет, чтобы мы что-то там нажали. Хорошо, хоть пока не видно туземцев. Но их... Их в первые дни вообще, по-моему, должно быть крайне мало. Они должны быть только там где-то в лагерях, по-моему. Журнал про яхты. Зачем журнал? Непонятно. Это, скорее всего, что-то нужное для сюжета. Так, дернем зажигалочку, чтобы было посветлее. Еще фотка. Медвежонок плюшевый это или... Или что это было? А, да, это был вот этот медвежонок. О, это... Фотка мутанта. Здоровенного. Так, тут куча шоколада. Газировка. Вот сюда нам нужно будет. Тут нам нужна... Короче, карта. Без нее не попасть. Молочко. Кто-то пропал. Но это явно не наш сын. Поэтому нас это не волнует. У-у-у. Кого-то сожрали. Бывает, бывает. Так, видеокассета собрана. И здесь мы... Ага. Тут мы можем типа спать. Типа спать и можем здесь сохраниться. Ну, давайте на всякий случай сохранимся. Прекрасно. Я сохранился. Солнце еще в зените. Поэтому идем искать наш лагерь. Ну, не наш лагерь. Лагерь туземцев. Так, получается, если мы у яхты... Яхта, по-моему, где-то на... На юго-западе острова. Поэтому, если, допустим, взять за ориентир, что вот там, вот, допустим, север. Лагерь туземцев должен быть где-то... Где-то вот в той стороне. Поэтому давайте будем тупо бежать в одном направлении. Потому как в лесу заблюдиться очень легко. То есть ты можешь вроде идти прямо, но по итогу будешь ходить кругами. У меня такое бывало как-то в детстве. Туманище. Я, кстати, не знал, что здесь есть туман. О, игуана! Игуана! Тихо. А, блин. Спугнул. Ну, да ладно. Так, а что ты хочешь от меня? Гид по выживанию. Что-то он опять... Что-то он опять мне показывает. А, вот опять он мне что-то показывает. А, типа новое это... Новая хрень открыта. Так, топор. Топор из самолётика на двойку. Кстати, я что-то не нашёл. Кто знает, как перебендить вот эти кнопки. То есть один газировка, два топорик, три лекарства, четыре выпивка. Допустим, я хочу топор на единичку, а копьё на двойку, допустим. А лекарства я хочу сам, типа, это, добывать. Ну, типа, жрать. Как вот это сделать? Так, я чётку траву собираю ещё. Ладно, просто, просто бежим вперёд в надежде на то, что мы что-нибудь найдём. Рубим кусты, деревья, всякие и так далее. Нам понадобится очень большое количество листиков. А листики нам нужны, чтобы разводить костёр. Так, вот игуана вижу. И вон там, по-моему, ещё игуана сидит. Нет, всё-таки я на всякий случай возьму копьё. Мало ли мне удастся там где-то близко мимо неё пробежать. Так, тотемы. Тотемы я помню. На них всякие весёлые головы. Всякие головешки. Мне показалось, или у этой головы во рту был фотоаппарат. Так, каменная гряда. Каменная гряда. Я, по-моему... Привет, Олежка. Так, а тут опять вода, что ли? Так, а здесь опять вода. Здесь опять вода. Я недостаточно северно взял. Получается, окей. Тогда мы побежим вот отсюда, вот в эту сторону. И, надеюсь, проберёмся туда. В идеале бы, конечно, найти компас. Прямо в самом идеале. Но я вот, честно говоря, не помню, где лежит компас. Если кто-то знает, где лежит компас. Или что-то подобное. Или что-то вообще полезное. В комментариях обязательно пишите. Буду очень признателен. Только, пожалуйста, без спойлеров. Потому что я до конца эту игру не прошёл. И смотреть там летсплеи всякие до конца я тоже не стал. Так. Там вода. Там вода. Тут какое-то... Такое ощущение, что как будто... Как будто тропинка. Но вот там вода, блин. Заплутать в лесу, капец. Это очень легко. Это прям изи-пизи. Лемонск визи. Да ладно, я на него вышел. Ой, как быстро. Как быстро у меня это получилось. Я прям счастлив. Я, по-моему, первый самый раз, когда играл. Я на этот лагерь вышел только на третий день, по-моему. И это было довольно жёстенько. Вау. Эпично. Вообще. Страшно, конечно. Очень страшно. Но мы это всё заберём. Так. По крафту, по крафту. Мне... У меня есть череп. Череп и палка. Объединить. Это очень крутая дубина. Она медленная. Но она очень сильно всекает, насколько я помню. И ещё мы делаем палка-камень. И, по-моему... А, верёвка нужна. Верёвка. Верёвки здесь где-то... Верёвки здесь где-то должны висеть. Нет, из трупов ничего не падает. О! Динамит! Динамит! Нифига себе! Мне интересно, откуда у аборигенов динамит? Ну, наверное, сюда... Прости. Наверное, сюда, кроме меня, много кто заезжал там. Газировочка, газировочка. Так, газировочки нет. Давайте хлебнём газировочки и соберём. Всё. Будем знать, что здесь у нас есть запас газировочек. Это хорошо. Так, здесь ещё есть... Здесь ещё есть сундуки. Их тоже надо будет обязательно разбить. Кошмар! Мать твою! Хреновы каннибалы! Самое главное, чтобы они не припёрлись. Так, вот верёвка. Вот верёвка. Здесь есть ещё... Ещё ящики с газировкой. Будем знать. Блин, хорошо бы, конечно, карту. Ну, карту мы сейчас найдём. Пещера где-то здесь должна быть. Так, что-то я ещё взял. Вот ещё одна верёвка. Что это? Туземцы или это летающие ящики эти? Труп появляется, исчезает, появляется, исчезает, появляется, исчезает. Видите, да? Видите, да? Видите? Ага, круто, круто. Так, мне ещё нужно скрафтить... Так, вот это, вот это и верёвка. Да, вот, вот этот топор. Этот топор, он прям крутой. Потому что он очень круто блочит. Ну, вы это и так, наверное, уже знаете, как бы, чё я рассказываю. Хотя, может быть, кто-то и не такой прям уж спец в этом, в этой игре. И, может, мои советы или вот эти вот недокомментарии кому-то всё-таки пригодятся. Ага. Мы, походу, кого-то нашли. Зачем вот, вот в чём, блин, сакральный смысл искать пассажиров? У тебя сына унёс какой-то здоровенный хер в трусах. А ты, блин... О-о-о. Всё-таки чё-то падает с трупом. Сейчас тогда ещё полный... С них деньги падают. О! Каннибал! Так, сколько? Двое. Ну, давай, иди сюда, будем биться. Дыдыщ! Ай, блин, ай, блин. На, вот, друг другу заваливайте, да. Всё, серьёзно, смотрите. Они поругались. Они типа поругались и друг друга бить начали. Так, всё, замолкни, пож... Ещё трое. Вы чё, блин, издеваетесь? Так, бобёнка-абориген. Минус зуб, тёлка. Отлично. Так. Всё, мы её ликвидировали или нет ещё? Всё, вот теперь ликвидировали точно. Блин, задолбал насморк, конечно. Ну, идите сюда. Блин, вечер, вечер наступает. Мне надо их. Чё? А, блин, мне показалось, что там кто-то ещё есть. Так, давайте возьмём... Там ещё трое. Давайте возьмём более быстрое оружие. Оно, конечно... У него слабоват урон. Но... Зато оно эффективней. Так. Быстро. Не теряем времени. Мне нужен... Так, топорик. И давай наматывай на него тряпку. Всё, отлично. Так, гоу искать вход в пещеру. Вот он. Вот он, вход в пещеру. Я не знаю, есть ли кто-то там в пещере. Врубаем свет. И спускаемся. Уже вечер. Поэтому нам нужно найти... Обязательно карту. И построить убежище до того, как... Настанет ночь. Вы в крови. Смойте её, чтобы избежать заражения. Нифига ещё им. Ё-твою! Капец, я обосрался. Так, поджигаем топор. Тряпочка на нём будет гореть. И работает для нас, как факел. И себя тоже что-нибудь должно выпасть. Да, вот из него... Деньги выпали. Блин. Тряпочка сгорает очень быстро. Ладно. Я надеюсь, что здесь рядом никого нет. Давайте пошаримся здесь... Ну, хотя бы... Довод свечек. Там что-то моргает. А, там, видимо... Там, видимо, вода. Ё-твою! Что за звуки? Капец, как тут страшно. Капец, как тут страшно. Деньги давай, мужик. Давай деньги. О, отлично. Деньгами можно топить костёр. Я вот это помню. Так, тут бухач. И сумки. А вот, кстати, шоколадку подобрали. Можно, в принципе, пару шоколадок заточить. Так, открылось сразу два. Тряпки забираем. Отлично. А где карта? Неужели она не здесь? Тихо! Ах, это просто камни падают. Или что-то такое. Фу, блин. Так, вот ещё кто-то. Лекарства нет. Вот она! Отлично, вот она карта. Прекрасно. Прекрасно. И... Компас! Компас! Офигеть! Раньше компаса точно здесь не было. Прямо сто процентов. Твою мать, ну какие звуки! А это что такое? A jealous god, princess, parents fall. Что-то там об ошибке родителей, о каком-то боге. Это, наверное, можно... Это, наверное, можно найти у нас вот здесь. Оставьте защиту, разбейте лагерь. Защиту? А зачем защиту? Капкан для зайцев. Растяжка с коктейлем молотова. Растяжка с взрывчаткой. Обалдеть. Да, я знаю, здесь тоже есть, типа, ночные пришельцы, если их можно так назвать. Не зомби, а вот эти каннибалы будут приходить сюда по ночам. Блин, я вот ни хрена не вижу, но что-то мне не очень импонирует как-то идти дальше. Но и подниматься наверх, там уже ночь. А мы в лагере аборигенов, в котором... В котором они могут, в принципе, спавниться. Давайте попробуем... Попробуем здесь дойти до воды. Нам нужно смыть кровь, чтобы избежать заражения. Это какие-то... А, это... Альпинисты. Ой, не альпинисты эти. Как называют этих чуваков-то, которые по пещерам лазят? Я что-то забыл. Пальцы какие-то висят. Блин, слушай, не гасни так. Это неожиданно хорошо. Это очень жутко. Так, вот вода. Отлично. Все, я сомнил кровь. Капец. Так, ну-ка, давайте попробуем... Эм... Вот этот опор. Давай на него тряпку. Сколько у нас тряпок? 54. Дофига. Отлично. Давай, поджигай. От факела толку... Вообще почти никакого. Зажигалка дает, по-моему, больше света. Так, а вот там вижу какие-то тоже опять кровавые пятна. Блин, очень мне хочется туда спускаться, но я как понимаю, вот это такой маленький... Маленькая пещерка вот эта, она сколько-то безопасна. Потому как, ну, здесь, как видите... Твою мать, какие все-таки мразотно страшные звуки. Это просто капец, друзья мои. Это просто капец. Так, окей. Что нам нужно, чтобы поставить здесь палатку? Допустим, поспать. 28 листьев, 14 палок. Блин, я такого большого... Я так... Ёб твою мать. Простите за мат, но какие страшные звуки. Это просто вообще... Так, 7 палок. Это не то большое, мы охотничьи такое построить не смогем. Вот это вот, оно временное. Типа, мы в нем спим, и оно разрушается, насколько я помню. Но, 14 палок мы не найдем здесь. Мы сможем, допустим, разрушить вот эти херовины, и с них будут палки? Эээ, нет. Палок с них нам не видать. А там уже подиночь, да? Блин. Блинский. Прям блинский. Блин. Давай попробуем подняться. Но там... Там, да. Насколько я вижу, там уже ночь. Страшно, блин? Очень страшно, ребята. Серьезно, я боюсь. Да уж эти твари сейчас как скримером не выдадут. Тихо. Стелс. Погружаемся в стелс. Луна светит. И здесь хоть сколько-то светло. Давайте попробуем по-тихому отойти от лагеря вот туда в лес. Абрик. Твою мать. Эти листики падают, и я обсираюсь. А еще я теперь вижу, насколько грязный у меня монитор. Рост-то капец. Так, ну, раз у нас индикатор вообще не двигается, значит, здесь рядом никого нет. Давайте запалим факел и нарубим того, что нам нужно. Так, вот это на палке рубится. Знаю. Так, ну, судя по всему, никого нет. Рядом. Это хорошо. Поставим временное убежище. Так, листиков у нас хватило. Отлично, не хватило палок. Так, 8-14. Какие же все-таки страшные звуки. Тут и без аборигенов достаточно различных страшных звуков. Так, ладно, сохраняемся и спим. Я надеюсь, ночью никто не придет. Ночью никто не пришел. Наше убежище разлетелось. Правда, не знаю. У нашего героя, видимо, очень толстая жопа, и он очень сильно крутился во сне, поэтому наша хижинка разлетелась к чертям собачьим. Что ж, нам нужно долутать вот этот вот лагерек. По крайней мере, возможно, мы найдем здесь что-то полезное еще. И нам нужно... Газировочкой запьем. Прекрасно, прекрасно. И нам нужно выбирать место для строительства нашего опорного лагеря. Я знаю вин... Ё-моё. Какой кошмар. Какой кошмар. Ужас. Вы это видите, да? Бедняга-мужик. Капец, они, конечно, над этими теннисистами поиздевались. Вы посмотрите. Вот здесь вот. Это у них такое, знаете, современное искусство, видимо, у аборигенов. Но это просто кошмарно, ребята, вообще. Ужас. Аж передернуло немного. Так, ну, каннибалы вроде не заспавнились, и это прекрасно. Досмотрим, что у нас в сундуках. Ткань-шоколад. Ткань надо собирать. Из ткани, кстати, можно наделать веревок. Так что, если нам когда-то пригодятся... Хопа! Если мне когда-нибудь пригодится мясо, я буду убивать птиц. Так, с этого тоже можно что-то получить. Да, с этого можно получить палки, которые мне сейчас тоже будут нужны. А... Там игуана опять. Так, здесь ящики с газировкой. Там ящики с газировкой. Значит, здесь как минимум 6 банок. Здесь как минимум 6 банок, и это прекрасно. Динамит мы забрали. Сигнальный огонь. Не знаю, зачем он. По-моему, его очень круто кидать в пещерах. Какие-то посылки. Печатная плата. А посылки-то здесь откуда? У нас в самолете были посылки. Мы летели на почтовом самолете. Или это не первый самолет, который здесь падает? Тогда где обломки? Мячик. И вроде бы... Так, вот еще не открытый сундучок. Еще флайеры. Окей, хорошо. А что-то с ними можно, ребята? Как-то не знаю, вам помочь. Я, конечно, понимаю, что вам уже ничего не поможет. Но все-таки экономить зажигалку. Так, с этих я, по-моему, все вытряс уже, да? Нет, смотрите, еще не все. Как долго тебя могут убить? Извини, конечно, чувак, за такое обращение с твоим телом, но... Из тебя сыпятся деньги, которые мне потом пригодятся для растопки огня. Поэтому не обессудь. Ну и ты, мужик, тоже. Выживание прежде всего, ребята. Когда вы остаетесь в такой экстремальной ситуации, нормы морали, как мне кажется, отходят на второй план. Поэтому часто в таких ситуациях и всплывают, там, новости о каннибализме, там, что какие-то туристы друг друга съели и так далее. Именно из-за этого. Так, здесь вот еще. Фуд, дринг, дринг. Отлично. Ох, сколько из него их выпало много. Все это пойдет на растопку. Все на растопку. Так, а с вот этих, по-моему, уже ничего не падает. Так, окей, прекрасно. А пещера, значит, у нас вот здесь... Значит... А мы откуда пришли? Мы пришли, по-моему, вот откуда-то оттуда, потому что, смотрите, тут продолжается лес далеко, а там его нет, значит, там вода. А, соответственно, север где-то... А, у нас же компас есть. А как компасом пользоваться? А, вот. Да, смотрите, я почти угадал. Вот эта вот пещера указывает ровно на север. Это интересно. Я помню, там на север и слегка на запад, по-моему, должен быть какой-то каньон такой. А, можно, в принципе, сходить сейчас туда и разведать все это дело. Что у нас здесь? Опа! Канистры с бензином. Прикольно. Это нам нужно будет, чтобы... Чтобы что? Тут бензопила, по-моему, есть. Типа пригодится, чтобы заправлять бензопилу когда-нибудь. Когда я ее найду. Если вообще найду. Так, еще какие-то домики. Это можно есть? Съел. Блин. Нельзя их есть, видимо. Так. О, какая-то одежда. Понь. Что изменилось? Не знаю. Так, тут тоже комплект. О, а вот это с толстовочкой, кстати, с толстовочкой интереснее, потому как нам будет не так холодно, допустим, ночью. Все. Показалось, аборигены шалят. Но здесь вроде никого нет. Ноутбуки везде разбросаны. А мне интересно, вот это реально так разметало по острову при крушении весь багаж? Или это уже аборигены понарастащили? Что это? Отец дарит ребенку топор? Серьезно? Ох, красная краска. Красная краска. Я знаю, для чего красная краска. Типа мажешься в красный, и аборигены тебя не трогают. Это, кстати, очень полезно. Так, надо запомнить, где это. Ага, окей. Хай асё. Какая-то карта. Ничего не понятно, блин. В тень зайди. Вообще ничего не понятно. Ну, вот тут вот, смотрите, такая точка есть черная. И вот чуть правее и выше нее. Сейчас мне это, в принципе, не обязательно, но это мне явно пригодится, когда я, допустим, пойду путешествовать по пещерам. А красочку я, мне кажется, один раз использую, и она пропадет. Поэтому я сейчас ее тратить не буду, это 100%. Так, палки-палки-палки. Еще здесь в чемоданах часто попадаются стрелы. Но вот сейчас мы открыли достаточно большое количество чемоданов, и стрел я там не обнаружил. Да, вот он, этот каньончик, который я имел... Что это такое, птица летит? Это, вон, смотрите, в реке это тень. Или что это? Или призрак какой-то. Вы видели, 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 да, там движение было. Фиги. Вон еще. А, это типа волны, все понятно. Все понятно, все понятно. Вон там он. Блин, опять туман. Какое чувство туман уже второй день. Вот там он, зимний остров. Точнее, не зимний остров, а зимняя часть острова. Это, по-моему, все один остров. Значит, я двигаюсь, в принципе, в правильном направлении. Да, убери ты зажигалку. Вот здесь технически можно начать строить себе убежище. Какой-то базовый лагерь. Мне кажется, отличным вариантом будет построить ее на обрыве. Рядом с обрывом. Потому как по ночам, потом через несколько дней, по ночам к нам начнут приходить туземцы. И нам придется от них обороняться. А, соответственно, если мы строим, допустим, на обрыве. Вот, допустим, вот здесь. То есть они могут появиться только с одной стороны. Получается, с вот этой. А эта сторона у нас защищена. Они здесь не поднимутся. То есть обороняться будет легче. Надо осмотреть вот эти вот несколько уступов еще на предмет. На предмет прикольности их применения. Опана. А тут еще один вход в пещеру. Интересно. Так, он у нас отметился. Как вообще входы в пещеры отмечаются? А, типа, мне в нее надо, мне в нее надо, типа, слазить. Чтобы она отметилась. Вот, типа, так, да? О, блин. Слушайте, глубокая. Не, я пока в нее лезть не хочу. Я пока в нее лезть не хочу. Очень-очень-очень не хочу. Поэтому мы просто в нее, типа, спустились. Чтобы она, типа, у нас отметилась. Сейчас мы, конечно, посмотрим, отметилась она у нас на карте или нет. Непонятно. Отметилась она или нет. Ну и хер с ней тогда. Я запомнил, где она вот здесь вот на плато. Но вот этом с такими большими-большими камешками. Птица. Птица напугала меня, блин, опять. Так, ну вот это плато подходит, я бы сказал, не очень. Троличек, убегай. С одной стороны, да, то есть тут вот прикрытие есть. Можно как-то использовать, не знаю, возможно, вот эти камни. Но с другой стороны, они подойти могут с разных сторон здесь. И защищена только спина. Хотелось бы... Игуана. Давайте попробуем ее зал... заловить. Стоять! Стой, тварь! Стой, я тебя... Я человек сильнее, дура! Иди сюда! Еее! Хе-хе-хе-хе! Отлично! Так, вот с нее кожа. И мясо. О! А здесь, кстати, есть еще источник пресной воды. Я могу попить? Плохо. Просто так ее пить нельзя. Это... Это мне не нравится. Я бы хотел, конечно... Вот, усиливает броню, да. Шкура ящерицы усиливает броню. Именно поэтому нам лучше всего ловить игуан. Всегда, когда мы их видим. Лишняя броня нам не помешает в любом случае. Так, давайте поднимемся на вот этот холм. Посмотрим... Посмотрим, хорош ли он. Ух ты ж, тихо! Это что такое, нахрен? Это что за нахрен? Вовремя я оттуда ушел. Нормально, они такие... Пронеслись, нифига не дают, блин. Ну, слушайте. Вот этот уступ... Вот этот уступ, в принципе, мне нравится. Здесь, конечно, тоже... Тоже большое открытое пространство. Но есть рядом лес, есть рядом вода. Ну, относительно рядом. Вода рядом вообще вот там, внизу. Лес рядом, можно ресурсы таскать, будет, в принципе, относительно быстро. Наверное, мы все-таки попробуем разбить свой лагерь именно здесь. По крайней мере... Вон там, кстати, хижина. По крайней мере, на первое время. А мне интересно, слушайте, а если оккупировать, допустим, вот... Их хижинку, вот эту. Есть такая возможность. Там, допустим, стену с одной стороны выстроить, с другой стороны стену и дверь. Они же не смогут свое строение разнести. Или смогут? О, вон. Вон они бегают. Тихо. У меня такое ощущение, что они бегут в мою сторону. Так, вон еще один. Еще один. Это те же самые возвращаются. Вот тот придурок, он застрял в текстурах, походу. И этот. И этот. О, беда. Игра, ты же релизнулась давно. Блин, нет. Тогда нам это не подойдет, потому что здесь, грубо говоря, проходит патруль каннибалов. Вон еще один бежит, их четверо аж. Ну нахер. Ну нахер, ребята. Ну серьезно, нахер. Ой, тихо. Бежит. Ой, я падаю. Тссс. Вон, твою мать. Они как будто знают, что я здесь. Ну нахер, здесь я не хочу жить. Здесь аборигены ходят в больших количествах. Так что нафиг. Игуана. Стой. И сама загнала себя в ловушку. Но я не успел воспользоваться моментом. Вон еще одна. А, вот это не успело. Вот это не успело. Это знаете как. Целился в одного, попал в другого. Так, трофей мне тоже не нужен. Я все-таки решил рассмотреть повнимательнее вот эти места. А аборигены, я надеюсь, уже разбежались. Та ну тебя, блин. Меня привлекает вот этот вот уступчик. И конкретно вот этот. Уже вечер. Блин, мне срочно надо придумывать, где делать лагерь. Опять же здесь пробегал патруль. Ну да ладно. Но еще дождя не хватало, блин. О, еще игуана. Отлично. Еще одна игуана скончалась. Я надеюсь, мы никак не страдаем от того, что здесь дождь. Так, я не понимаю. Я не могу сориентироваться. Вот может вот этот камешек занять. Вот этот. В принципе, неплохое место. Довольно-таки. Настолько крутых карт я не видел еще, блин, никогда. Так, пещера-то у нас отметилась. Это хорошо. Ай, блин, не то нажал, простите. Я даже не знаю. Я даже не знаю, ребята. Там вот опять дома вон какие-то, хижины видно. Мне очень не хочется, чтобы они туда бегали. Постоянно. Они же, может, бегают там от хижин к хижинам. Как-то так. Может, вот здесь забурится. Нет, тут тоже как-то опасно все, опасно, опасно. Ну, ладно. Давайте займем вот это вот место. Опять темнеет. Нам нужно по-быстрому построить. Давайте сделаем охотничье убежище. Так, пожалуйста, покрутись. вот так вот у нас убежище будет вот здесь. Вот здесь у камня. Все отлично поставили. А теперь нам нужен огонь, костер, основной огонь, огонь на подставке, кострище. Вот, в принципе, камни у меня есть. Давайте сделаем кострище большое. Получается, хоп. Отлично. Давайте сразу понавтыкаем, что у нас есть. Листики есть. Отлично. Здесь палки. И нам нужно по-быстрому идти рубить. А то уже темнеет. Вот у нас, кстати, задание пошло подобрать камни, подобрать палки. Вот, кстати, древесный сок собирается. Смола это хорошо. Смолой можно пропитывать тряпки, которые мы наматываем на топор или, допустим, факел. И он будет гореть намного дольше. Так. Попа, отлично. Раз, два, три, четыре. А, нет. Могу взять только... Сколько я взял? Два всего, да? То есть я одновременно могу только два бревна переносить, окей. Хорошо. Так, давай. Два. Тут потом можно, по-моему, построить тележку, на которой это все можно будет возить. Блин, темно становится уже опять. Опять становится темно. А мне не нравится, когда становится темно. А у меня еще, тем более, нет... нет убежища. Так, надо еще одну срубить. И должно хватить. Так, давайте его в эту сторону мы валить будем. Ты че? Алло. А, ты устал. Шоколадку на нас харчить. У нас, кстати, есть мясо. Сейчас мы на огне сможем пожарить. Ну, рубись давай уже, блин. Попадай. Ба-бах. О! Твою мать! Все-таки они пришли. Так, подождите. Я когда в инвентаре, они бить не должны. Так, у нас есть древесный сок, вот. А нет, это потом. Объединить. Древесный сок? Нет. Все. Бери топор. Вот это тупырь. Блин. Не очень хорошее место я выбрал для лагеря. Вам холодно и мокро. Разведите огонь. Опа. Гори огонь. Так, нужно подкинуть. Так. Мне теперь нужен, конечно, факел. Потому что мне нужно сходить за этими за этими бревнами. Мне нужно еще мне нужно еще три. Но абориген здесь, видимо, был один. Правда, я вот нихрена не вижу. А, стоп. Я бревна бросил где-то по пути. Они скатились, наверное, куда-то. Ёкарный бабай. Это, конечно, не айс. Так, нет. Врубай. Врубай свою зажигалку. Без нее вообще ничего не видно. Вон они. Видимо, все-таки зря я построил рядом с их домиками. Ну, будем надеяться, что это такой, знаете, залетный. Залетный. Давай, грейся, грейся, грейся. Так, отлично. Все, пошли. Они, наверное, да, блин, бревна, наверное, раскатились. Они же катаются, по-моему. Поэтому давайте... А, нет, вот бревно. Вот бревно. Прекрасно. Отлично. Невероятно. Не мерзни, мужик. Сейчас будет тепло. Игуана, не пугай меня, тварь. Так. Отлично. Бревно бросаем. Теперь нам осталось нужны палки, да? Палочки мы сейчас замутим. Палочки мы сейчас замутим. Газировочки хлебнем. Все, погнали. Палки мы найдем быстро. Я надеюсь. Надо просто пару долбанных кустов срубить и будут палки. Нет. Это не то. Так, вот. Что это? Грибы. Зачем ты сожрал незнакомые грибы, придурок? Ну, хотя, смотрите, он не умер, значит, все нормально. Блин, а тут одни деревья. Я имею в виду, что палок нет. А где мне добывать палки тогда? Скажите мне на милость. Так, вот еще палка. Все, там, по-моему, две штучки надо было всего. Срубись. Блин, я нифига не вижу. Вообще нифига. Так. Поджигай. Кстати, факел должен греть немного, по-моему. Хотя я, конечно, могу ошибаться. Да, он греет. Он греет, это хорошо. Но тряпка сгорает просто просто в секунду. Блин, палок нет, серьезно. Приколитесь. Нет в быстром доступе палок. Но мне нужно всего две, отлично. В смысле? Ого! Все прекрасно, ребята. У нас есть убежище, у нас есть огонь. Я, насколько помню, огонь их отпугивает. Ну, они боятся огня, типа Огонь, мать вашу, что это такое? Что ж, ребята, вот такая вот получилась пилотная серия. Я надеюсь, вам понравилось. Пишите, снимать дальше или не снимать. Мы с вами увидимся в следующих сериях. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok